Здравствуйте, дорогие друзья! С учетом того, что коронавирус сейчас главная тема, а историю мы плохо помним и все новое и хорошо забытое старое, я хотел бы сегодня рассказать, скажем, такой рубрике о уникальных людях, которых забывать нельзя, чтобы не стать Иванами, не помнящего своего родства. Я хочу рассказать про уникального микробиолога Зинаиды Виссарионовой Ермольеву. Чем она известна? Ну, во-первых, кстати, про нее и в советское время были фильмы очень интересные. Она изобрела отечественные советские пенициллины. И еще неизвестно, кто первый на самом деле изобрел пенициллин, то есть Флемингли, это английский ученый, либо она, по крайней мере, работу над этим препаратом ввел еще ее, что называется, учителя, о котором сейчас расскажут. Так вот, она смогла создать, были спасены миллионы жизней, и это был не фейк. Как сейчас говорят, что коронавирус это фейк, а его не существует. И многие забыли, как советские ученые побеждали многие страшные заболевания, которые уносили миллионы жизней и могли бы унести, как испанка унесла около 100 миллионов жизней, и черные оспы, и холеры, и прочее, и прочее. Так вот, одним из важнейших направлений научной деятельности Зинаиды Иссарионы стало именно изучение холеры. Вот это два ее гигантских вклада в отечественную и мировую медицину. И благодаря ее достижениям были спасены миллионы жизней людей, наших бойцов в первую очередь. И потому совершенно по праву Зинаида Ермольева была и остается одной из самых уникальных фигур в отечественной истории биологии и вообще истории нашего государства, хотя многие уже ее не помнят, как многие не помнят и кто такая Зоя Космедемьянская, и другие имена уже забыты. Так вот, именно Ермольева считается создательницей отечественных антибиотиков. Вот это важно понимать. И несмотря на то, что антибиотики сейчас в наше время терапевты бездумно назначают всем подряд, и по поводу и без повода, то в те времена, далекие, в 30-е, 40-е годы, антибиотики были жизненной необходимостью, безусловно, при определенных ситуациях. Ну а также сейчас я расскажу, почему же именно товарищ Сталин называл в неофициальной обстановке Ермольеву сестренкой. На то были свои причины, но, собственно, две главные. Свою исследовательскую деятельность Зинаида Ермольева начала, еще будучи студенткой второго курса медицинского факультета Донского университета. Как пишет в своей книге «Откуда приходят герои любимых книг», Юлия Андреева сообщает, что Ермольева посещала лекции таких известных микробиологов, как Павел Здродовский и Владимир Барыкин. И именно благодаря Барыкину она увлеклась изучением холерных и холероподобных вибрионов. Она была так предана своему делу, так верила в то, что она делала, и в свои цели, высокие планки, которые она перед собой ставила, в науке в том числе, что она не побоялась выпить раствор, содержащий полтора миллиона вибрионов. Да, и Ермольева перенесла довольно-таки тяжелую форму заболевания, но результаты того эксперимента внесли огромный вклад в отечественную и мировую науку. Кстати, ученые того времени, дореволюционной, послереволюционной, часто ценой жизни прививали себе те или иные заболевания в той или иной ослабленной форме, экспериментировали с прививками. То есть наши ученые тогда стояли в передовом строю, вот, скажем, на фронте борьбы с различными заболеваниями, тяжелыми эпидемиями, которых тогда было в большом количестве в 20-е и 30-е годы. Ну а Барыкин, который, естественно, видел Ермольевой огромный потенциал, способности, он уговорил тогда вот уже бывшую студентку свою переехать из Ростова-на-Дону в Москву, и через 4 года после окончания вуза молодая ученая стала руководителем отдела биохимии микробов Биохимического института при Наркомздраве Росфсера. Но Зинаида Ермольева не собиралась отсиживаться в кабинете, и как пишет в своей книге «Когда отсутствует фантастика» Новомир Лесогоров, в 38-м году, когда в приграничных районах Афганистана вспыхнула эпидемия холеры, Ермольева сразу же отправилась туда. Лучший вариант для ученого изучать и подтверждать свои теории – это практика, безусловно. Именно в Афганистане впервые был с успехом применен предложенный ею холерный бактериофаг. Огромное дело сделала Ермольева во время Великой Отечественной войны. Ну, работала, разумеется, на износ, как и вся страна. И вот как сообщает Евгений Харламов, как и, собственно, другие авторы такой книги, очень интересной книги «Долг врача и гражданина», несколько месяцев 42-го года Ермольева провела в Сталинграде. И вот главной целью ее стало предупреждение распространения холеры, она же была в этом специалистом, да, среди жителей города, потому что какая была обстановка санитарно-пиологической, можно только себе представить сейчас. По инициативе Ермольевой была создана подземная лаборатория, которая занималась производством холерного бактериофага. И благодаря Ермольевой и ее коллегам эпидемию тогда удалось остановить, а тысячи жизней были спасены только в Сталинграде. Да, я немножко отвлекусь, вот скажите, а сейчас некоторые вот пишут, коронавирус это фейк, хотя известны сотни разновидностей коронавируса, но как минимум около ста, и они давно классифицированы, известны, известны их мутации, определены штаммы, как и на что они воздействуют, какие последствия после их воздействия уже, как вторичные очаги поражения идут бактериальные и грибковые, это все известно. Но находятся те люди, которые говорят, все это фейк, ерунда только лишь на основании того, что они хотят видеть теорию заговора, они ждут ее, они жаждут, так сказать, заиметь вот этот самый электронный концлагерь, в который верят. Я сразу скажу, что да, мировое правительство к этому стремится, все делает для этого, но то, что происходит сейчас, ничего из этого не получится в этой цели своей, я говорю о целях глобальных мирового правительства по чипизации и электронному концлагерю. Это просто факт, ну, поживете, увидите. Так вот, я просто хочу сказать, что есть кликуши, которые так надоели, и, быть может, это видео хоть как-то, ну, как бы, отдернет вот этих вот кликуш. Ну, а английский ученый Александр Флеминг, открывший новое лекарство антибиотик пенициллин, хотя над ним работа, ну, назывался он только бы по-другому, шла и раньше, и Ермольевой, и ее учителем, однако считается, что он открыватель, хорошо. Тем не менее, это был честный, порядочный ученый и человек, и он считал, что это открытое им лекарство антибиотик пенициллин должно принадлежать всем, всему человечеству, и он не запатентовал свой препарат, да, можно только снять шляпу, преклониться перед этим честным, сильным человеком. Но в США наладили массовый выпуск этого лекарства, и когда шла Вторая мировая война, СССР попросил поделиться этим препаратом, но ушли американцы, затребовали за технологию его изготовления 30 миллионов долларов, но это сейчас как полмиллиарда долларов, как минимум, чтобы понимать порядок цифр. И тогда Ермольева заявила, что советские ученые сами смогут изготовить пенициллин, и она сумела это сделать, сумела, как раз благодаря своей прошлой работе, благодаря изучению холерных микробов, благодаря прекрасному знанию бактериологии. И действительно, можно сказать, что часть победы под Сталинградом была обеспечена и стараниями, в том числе вот этой женщины. Но ее даже тогда называли маршалом невидимого фронта. И вот в годы Великой Отечественной войны самое большое количество смертей, чтобы вы знали, ну, кто забыл это, кто не знает, приходилось как раз не на пулевые и осколочные ранения, да, а на гнойно-септические осложнения после ранений. И тогда Ермольева возглавила Всесоюзный институт экспериментальной медицины, и правительство поручило ей создать отечественный аналог антибиотика пенициллина. И она это сделала. Тогда вообще задания выполнялись очень быстро. Тогда переоборудовали производство за считанные дни. Тогда создавали технологии за дни и недели. Тогда происходило то, что сейчас и представить, в общем-то, сложно, уже позабыли, как все это было тогда. И вот в 42-м году появился первый советский антибактериальный препарат под названием Крустозин. А уже в 43-м году его запустили в массовое производство. И вот тогда до 80% раненых вставали вновь в строй. Изобретенный Ермольевый препарат в конце 40-х годов исследовали зарубежные ученые и пришли к выводу, что по своей эффективности он сильно превосходит, соответственно, американский пенициллин. Тогда даже ее и прозвали на Западе «Мадам Пенициллин». И, естественно, после открытия и внедрения технологии производства отечественного пенициллина, профессор Ермольева получила орден Ленина, а также сталинскую премию первой степени. Ну а в наградном материале было написано «За участие в организации и проведение большой профилактической работы на фронтах Великой Отечественной войны за разработку новых методов лабораторной диагностики и фаго-профилактики холеры. Ну а свои честно заработанные и полученные деньги она потратила на постройку истребителя Ла-5, получившего гордо имя Зинаид Ермольевых. Ну, кстати, и моя семья, тоже имеющиеся деньги во время Великой Отечественной войны, тоже потратила, а были средства немалые, на постройку танков. Огромным мировым достоянием стала ее монография «Холера», которая вышла в 42-м году. Там она обобщила свой уникальный уже к тому моменту 20-ти летний опыт борьбы с этой болезнью. Я все же хочу подробнее остановиться на холере, потому что сейчас это все забыто, конечно же, но по обе стороны фронта тогда, во время Великой Отечественной войны, воевало несколько миллионов человек, и каждую минуту умирало 2-3 бойца Красной армии, да? И, естественно, тогда речь не могла идти о быстром погребении всех бойцов. И, естественно, вот эти страшные антисанитарные условия, в которых жили и воевали наши бойцы, ну, соответственно, вызывало вспышку инфекционных заболеваний, и самой страшной из них тогда была холера. Дело в том, что эта эпидемия просто катилась маховиком вот таким по нашим войскам, и подавлять эту эпидемию необходимо было как можно быстрее. Это жизненно важно для страны было тогда. Иначе в течение нескольких недель холера могла бы выкосить немалую часть личного состава Красной армии и гражданского населения. И вот тогда в Сталинград выехала как раз команда во главе с доктором наук профессором Зинаидой Виссарионовой Ермольевой. Она очень хорошо знала Сталинград, так как родилась неподалеку в городе Фролова. Так вот, план врачей был довольно-таки прост. По приезду провести дезинфекцию и привить военных и гражданских холерным бактериофагом, ну, вот этим самым пожирателем вируса, специализирующимся именно только на вибрионах холеры. Но после оценки сложившейся санитарно-эпидемиологических условий Зинаида Ермольева запросила большую дозу лекарств. Но железнодорожный эшелон попал под немецкие обстрелы и Сталинград остался, как говорится, один на один с этой страшной инфекцией. В любом другом случае холера бы победила. И последствиями для города и, возможно, всей Сталинградской битвы, а значит и дальнейшего развития событий, остались бы катастрофическими. Но, тем не менее, Ермольева смогла организовать в одном из подвальных помещений разрушенного дома лабораторию, в которой все-таки смогла вырастить необходимое количество бактериофага. А дело в том, что она уже годами ранее смогла проделывать такую работу самостоятельно и, собственно говоря, опыт уже был. Кое-какие ресурсы смогли найти в самом городе, но и потом она запросила еще 300 тонн хлорамина и несколько тонн мыла, которые как раз использовались для стандартного протокола дезинфекции. Хлорировали колодцы, обеззараживали отхожие места, а для выявления причины появления холеры разведке фронта была поставлена задача по доставке трупов, умерших от инфекции гитлеровцев. И врачи работали с трупами, выделяли холерные вибрионы, холеры и выращивали специфические к ним бактериофаги. Зинаида Ермольева так смогла организовать работу в Сталинграде, что за сутки 50 тысяч человек получали вакцину бактериофага, а 2 тысячи медработников ежедневно обследовали 15 тысяч горожан. Приходилось обрабатывать не только местных, но и всех, кто приезжал и уезжал из осажденного города. А это десятки тысяч человек ежедневно. Ермольева была наделена верховным главнокомандующим, то есть товарищем Сталином, такими полномочиями, что могла снимать людей даже со строительства оборонных сооружений города. Вот это меры, вот это подход. Понимаете? К сожалению, уже забытая, но это была беспрецедентная по своей массовости операции и по масштабности, по вакцинации и обследованию населения в столь короткий срок. Просто уникальное. Участники событий вспоминают, что в этой борьбе с невидимым опасным врагом принимали участие все, кто оставался в городе. У каждой санмедработницы, сандружиницы Красного Креста было под наблюдением 10 квартир, которые они обходили ежедневно, выявляя больных. Другие хлорировали колодцы, дежурили в булочных, на ивакопунктах. Были в эту работу активно внедрены, включены и радио, и пресса. Она сказала, это было в радиосводках, сказала так, мы свое дело выполним до конца. В итоге, как врач, и обещала, к концу 42-го года с холерой будет покончено. Ну, так оно и было. Ну, и, конечно же, Ермоль его называл Сталин, ну, по сути, по трем причинам. Сестренка нежная. Во-первых, как, хотя она и была врачом, профессором, но все-таки сестра, как бы сестра милосердия, это понятно. Во-вторых, потому что она все же спасла Сталинград, и все с этим связанное, да? Ну, и, конечно же, отчество ее, Виссарионовна. Ну, и тут все вместе сошлось. И потому такое теплое отношение, здание уважения выявилось в таком обращении с сестренкой. Ну, в завершение хочу сказать, что, конечно, мы должны помнить своих героев. Мы должны не забывать историю и помнить, в том числе, в связи с тем, что эпидемия коронавируса сейчас, и хотя она во многом, как говорят, ну, не без основания, что раздута, ведь были и другие виды вирусов, гриппа и коронавирусов. И, тем не менее, так не оглашалось. Почему же именно сейчас? Ну, об этом я рассказываю подробно в своих шести уже частях моих лекциях по коронавирусу. Я, дорогие друзья, хотя бы рекомендую вам посмотреть третью часть. В ней я рассказываю о четырех этапах поражения этим коронавирусом, а также о последствиях, связанных с этим поражением, поскольку иммунная система ослабевает, что происходит дальше. То есть не сам вирус убивает, а убивают бактерии и грибки. Также в других своих частях серии про коронавирус я рассказывал о последствиях не только биологических, но и социальных, экономических по развитию. Что, зачем, почему, теории вот эти разные и так далее. Кстати, скоро я выпущу еще несколько видео на эту тему. А также я хочу сказать, что если бы меры не были бы весьма серьезными, то эпидемия охватила бы гораздо большее количество людей. И те, кто говорят, а мне по барабану, я буду сейчас вот ходить, гулять и делать все, что угодно, ну, это, скажем так, недалекие люди, либо сильно непорядочные. Потому что если бы все было так, как они хотят и во что они верят, то не было бы всей той истории. А история ведь нас должна чему-то учить. И мы должны понимать, что такое несоблюдение правил гигиены, правил санитарно-эпидемиологических норм, когда наша история так богата практикой, которая нам показывает, насколько важны в любые эпидемии соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, правил гигиены и мер безопасности. И есть такие понятия и пословица «предупрежден, вооружен», «хочешь, мир, и готовься к войне» и «профилактика», основа всего. Ну вот мы должны это понимать, соблюдать. И, конечно же, никакой паники быть не должно, а просто меры безопасности. И я хочу напомнить, что если бы тогда, в те годы, в 30-е, 20-е, 40-е, 50-е, когда ОСПА была в 60-м году, если бы тогда жестко не были бы приняты меры, то, соответственно, неизвестно, что было бы, а вернее, вполне известно, и какие последствия. Ведь когда еще не было такой серьезной практики, практики в профилактике, в лечении тех или иных серьезнейших заболеваний, больше 100 лет назад, чуть больше 100 лет, когда была испанка. Так вот, скажите, вы же, наверное, знаете, сколько тогда погибло людей. А что, тогда были 5G? Была ли тогда бактерия синтия, генномодифицированные технологии? Были ли тогда другие технологии, которые позволили вот сделать, как многие считают искусственно, то, что происходит сейчас, да, в плане коронавируса? Нет, конечно, все это вы понимаете и прекрасно это знаете. Так вот, тогда 100 миллионов человек без всяких фейков, без всяких, так сказать, специальных технологий, чтобы убить как можно больше людей, так получилось, потому что совпали факторы. Серьезный вирус, новый штамм. Кстати, он пришел из Китая, сначала в Испанию, оттуда все началось. А потом, вы знаете, наверное, про страшную антисанитарию тогда на фронтах. Окопная война ее еще называют. Вот почему все это началось. А меры безопасности, профилактики, гигиены тогда вообще не соблюдались. И только потом люди поняли окончательно, насколько важны меры гигиены. Вот я желаю вам понять, что профилактика, гигиена, вообще в повседневной жизни, и дело не только с коронавирусом, да, а дело вообще, правила гигиены должны соблюдаться. И я не буду сейчас о них рассказывать. Естественно, я говорил в других видео. Отдельное я когда-нибудь сделаю об этом видео. Я вам советую еще посмотреть мое видео по паразитам. Я имею в виду гельминтов, да, плоских, ленточных, широких. И в той старой еще своей лекции я подробно рассказывал, в том числе и про правила гигиены. Они едины. Не важно, какая зараза. Они едины, потому что это правила логики, это причинно-следственные связи, это закономерности. Потому советую посмотреть, изучить, ну и принимать меры просто в обычной своей жизни, в повседневности, всегда, впредь, в будущем, учить своих детей и самим не забывать. И вот я хочу дать вам рекомендацию. Во-первых, посмотреть мое видео уже сказал о коронавирусе, во-первых. Во-вторых, чтобы вы понимали, что смертность, вот та, которая есть, она наступает в результате последствий поражения вируса, но не в результате непосредственной воздействия самого вируса, а в результате поражения организма, ослабленного организма, бактериями и грибками. И вот комплексная терапия, то есть профилактические меры, которые могут, скажем, гарантию дать того, что вы заразившись, разумеется, если заразиться человек, нужно принимать все медицинские меры, все рекомендованные Минздравом там и так далее. Но эти профилактические меры укрепят организм настолько, что последствий смертельных практически, ну, ждать не приходится. Так вот, я советую пройти вот этот профилактический курс, ссылочка будет под видео. Это грибные препараты, то есть это наука изучает фунготерапию высших базидиальных грибов, да, не путайте с грибками и микромицетами. Это, безусловно, препараты на основе прополиса, различных трав, коллоидного серебра и так далее, и так далее. Вот в комплексе, вот тот большой расширенный набор, который я рекомендую, который мы составили специально для решения задач, вот решения вирусных, укрепления иммунитета и так далее, и так далее. Вот это как раз идеальный курс, который я рекомендую. Пожалуйста, если сочтете нужным, можете заходить на сайт, изучить вопрос, ну и приобретать, кто сочтет это нужным, еще раз подчеркиваю. Ну что ж, всего хорошего, до свидания, до новых встреч. Ждите мои новые видео. Ну, можете подписаться на канал, кто не подписанный. Если захотите, поставьте колокольчик, тогда новые мои видео вы не пропустите. У вас будут на почту приходить уведомления о выходе моих новых видео, и вы их сможете посмотреть. До свидания.